Добрый-добрый день, дорогие друзья! Хорошего вам настроения, хорошего вам самочувствия, всяческих успехов! Надеюсь, все у вас хорошо. Про Евгения Пригожина пишут. Эта фигура, конечно, засияла в последние месяцы просто фантастически. Один из самых обсуждаемых политиков. И вот говорят интересную особенность. Предположим, Путин захочет какого-нибудь Дмитрия Патрушева, Патрушева-младшего, сделать своим преемником. Но кто знает Патрушева? Да, это министр сельского хозяйства. Да, у него крутой папа. Да, у него, наверное, будет много поддержки от пропагандистов и так далее. Но сам по себе он что представляет? А теперь представьте себе, если этот Патрушев-младший посадит Евгения Пригожина и народу покажут. Вот, был такой-сякой. Создавал, понимаешь, в России запрещенную военную, там, частную, там, бла-бла-бла-бла-бла. Хотел бунт устроить, революцию устроить. А теперь что? Спас нашу матушку Россию Дмитрий, как его там, Дмитрий Николаевич Патрушев. Все, Патрушеву аплодисменты. Так что, возможно, из Пригожина кто-то планирует сделать куколку для битья. Будем, конечно, наблюдать за развитием этой всей ситуации. Что касается самого Пригожина, обращают внимание, что в некоторых регионах Пригожин очень активен, вербует людей на зонах. Там постоянно гастролируют его доверенные люди и так далее. А в других регионах, например, на юге России, он почти не появляется. Вопрос, почему так? И, честно говоря, приходит на ум, что, возможно, есть некие сферы влияния. Кто-то уже поделил сферы. Ну, например, Кадыров в южных регионах проводят свою политику. А в других регионах, в северных, на Урале, на Дальнем Востоке, Пригожинские. Так что это тоже интересные процессы, о которых никто не говорит, которые никто не обсуждают. И я вот высказываю предположение, и я подчеркиваю это предположение. Очень много у меня комментариев под каждыми новостями. Павел, что ты взял, вот это, еще ты взял вот то. Я очень четко всегда показываю, объясняю. Вот это был факт, вот это новость. Вот это высказывание официальных лиц. Вот это некие эксперты-аналитики об этом думают. Вот это некие слухи от анонимных телеграм-каналов. А вот это мои предположения, мне кажется, я считаю, это значит, это мои частные измышления. Вот то, что у Пригожина в одних регионах активность высокая, в других низкая, это факт. А как о нем размышлять, это уже наше дело. Я выдвигаю свою версию, вы можете в комментариях со мной поспорить, выдвинуть что-то свое. Может быть, вы окажетесь костяне ближе. Вместе, совместными усилиями мы можем догадаться о большем. Кровавые алмазы Пригожина. Отсылка к знаменитому фильму Кровавый алмаз с Леонардо Ди Каприо в главных ролях. Кстати говоря, кто меня давно смотрит, вы знаете, что я как химик. Ну и с эстетических соображений очень ценю драгоценные камни. Алмазы на самом деле считаются, ну, для меня алмазы это такие, это просто стекляшки. А вот есть драгоценные камни, есть каналы на ютубе, которые очень много красоты показывают. Прямо у слада для глаз. Вот, например, Синер Джемс. Прямо Константин Анисимов вообще молодец. Сам лазит по отдаленным деревням в Азии и Африке, находит людей, которые выкапывают эти камни из земли, показывает весь этот процесс, как их добывают, как их ограняют, как их сертифицируют, проверяют на подлинность, как это все потом продается, как много в этой сфере мошенников. Очень интересная сфера. Зато алмазы это очень массовый товар, алмазов очень много. Они добываются в Африке, в России, в Америке, в Австралии. Алмазы есть везде. И они почти всегда просто бесцветные, прозрачные. И для некоторых видов бизнеса, например, для наркоторговли, для торговли оружием, алмазы используются в качестве одного из средств обмена, в качестве валюты. Потому что, например, какой-то драгоценный камень уникального цвета, он может быть вообще там находят один раз в 20 лет. Или вообще уникальный, за всю историю. Больше таких не бывало. Не находят вот именно такое сочетание цветов, что в одном камне одновременно там и желтый, и красный, и зеленый. С алмазами такое почти никогда не происходит. Они все бессветные, они все унифицированные, одинаковые. Ими очень легко торговать. И в Африке драгоценных камней очень много. И Пригожин, который со своим Вагнером вел очень много дел в Африке, судя по всему, он тоже к алмазному бизнесу, который позволяет осуществлять разные финансовые операции, приложил руку свою серьезно. Пишут следующее. Повар Путина не только поставляет зеков на фронт, но и ведет алмазный бизнес. Центр досье совместно с медиасетью European Investigate Collaborations, проектом NKO Open Facto All Eyes on Вагнер и французским изданием Mediapart выяснил, что у Пригожина есть компания по торговле алмазами в Центральной Африканской Республике. Судя по всему, эти алмазы кровавые. Компания называется Daimville. Ее директором числится один из героев расследования убийства троих российских журналистов ЦАР Бьенвеню Патрик Сетем Бенгенде Центр досье установил, что он тесно сотрудничает с людьми Пригожина. Daimville один из четырех крупнейших экспортеров алмазов ЦАР. В основном поставки идут в Арабские Эмираты, но часть драгоценных камней продают в Европу, при этом добывают алмазы в регионах, где это запрещено кимберлийским процессом, то есть по сути речь идет о драгоценностях, добыча которых связана с финансированием военных конфликтов. Их называют кровавыми алмазами. Как мы нашли следы Пригожина, читайте на сайте Центра Досье. Досье, я не помню, по-моему, это иностранный агент. Короче говоря, вот, пожалуйста, публикуется история, которая пытается в очередной раз показать, что Пригожина это международный преступник, надо с ним разбираться. То есть на самом деле даже если Пригожин готовил бы против Путина какой-то там переворот и так далее, наверное, он был бы выгоден команде Навального и прочим либералам, Госдепу и все остальное. Но нет. Пригожину пытаются максимально мочить. Его пытались обвинить, объявить организацией террористом, ЧВК Вагнер вместо этого им присвоили статус организация внушающая опасения из-за религиозной что-то там нетерпимости, какая-то дебильная формулировка. Причем тут ЧВК Вагнер и религиозная нетерпимость. Вообще бред кобылы. Теперь вот это расследование выдвинули. Так что Пригожина судя по всему в мире в целом считают несмотря на всю жесткую риторику, критику и так далее считают, что он просто выполняет хотелки Владимира Владимировича и не более того. Ну и со всеми вытекающими последствиями. Еще один интересный деятель правого фланга. То есть у нас есть охранители центристы. Это единороссы. Это вся существующая партийная система. По большей части даже в партиях КПРФ Справедливая Россия, ЛДПР, новые люди. Большая часть людей довольны тем, какое место они занимают и в принципе никаких особо перемен им и не хочется. Со всеми вытекающими последствиями. А есть правый фланг. Это люди такие более рьяные. Православие, самодержавие, народность, которые считают, что надо ситуацию менять, что Путин должен быть жестче, что надо создавать опричнину, надо зачищать то, что есть, возвращаться к идеалам монархии, многие правые хотят. Пригожин часто ассоциируется именно с этими людьми. Но вот второе это Стрелков. У Стрелкова, конечно, сейчас уникальное положение, как и у Пригожина, кстати. У Стрелкова тоже уникальное. Стрелков, как известно, находится на фронте. Много лет он участвовал в конфликте на территории ЛНР-ДНР, потом вернулся в Россию, стал известной медийной личностью. Сначала спецоперацию он неоднократно просился на фронт, потом он даже украдкой туда попытался прорваться, его туда не пустили, его остановили, несмотря на то, что он изобрел усы. Прошел еще где-то месяц, он все-таки оказался на войне. Сначала он был замечен в Ростовской области, он собирал там свое подразделение, экипировал, слаживал, обучал, потом они все-таки пошли. И вот он сейчас где-то на войне. Чем он занимается вообще неизвестно, но он может ничем не заниматься, а земля слухом полнится. Люди его обсуждают, знаете, как какую-то легендарную личность стрелков на фронте. Что он там делает? Он в обороне, он в наступлении, на каком участке он находится, никто ничего не знает, но все понимают, что стрелков показал свой характер, он поставил цель пойти на войну, он пошел на войну, то есть такой прям настоящий мужик, офицерская честь, все дела, и конечно это внушает уважение и создает такой героический образ. Так что у стрелкова карьера только-только на взлете. надеюсь, что никто не организует на него покушение, что тоже, конечно, возможно. Дальше, третья фигура, частенько звучит имя Захара Прилепина, как потенциального кандидата в президенты РФ. Не представляю ситуации, в которой Захар пошел бы конкурентом против Путина. Что он скажет на дебатах о избирателям? Повторится история с Сергеем Мироновым, который страховал Владимира Путина, тогда коварный Касьянов задумал сорвать голосование и стать исполняющим обязанности президента. Призывал вместо себя голосовать за президента. Вот еще один деятель Захар Прилепин. Вообще-то он тоже в тиши. Что он делает? Чем занимается? Какие планы вынашивает? Я напомню. Перед прошлыми выборами в Госдуму была создана партия за правду. На эту партию были выделены очень хорошие бюджеты. И на пиар, на раскрутку, на открытие региональных отделений, на всякие подарки сторонникам. Эти деньги были по большей части разворованы. чтобы хоть как-то этот Прилепин и его товарищи стали депутатами, произошло следующее. Их объединили со Справедливой Россией. Объединение стало называться Справедливая Россия, Патриоты за правду. Потому что объединились три партии. Миронова Справедливая Россия, Прилепина за правду и Патриоты России, не помню даже как там его фамилия этого деятеля третьего. Просто администрация президента поняла, что Миронов хоть как-то сможет их проконтролировать, чтобы хотя бы так безумно бабки не транжирились и не разворовывались. Это то, что реально стояло за этим объединением. Это даже не политическая была история, это была история просто дебильного воровства. Но после выборов Прилепин отказался двигаться дальше в политику. Он ушел в Кириенковский проект лидера России. Он стал получать образование управленческое. Захар Прилепин, который себя показал как такой известный человек, пропагандист, писатель, выступал на телевидении активно, в интернете, какие-то речуги задвигал. Все так интересно. Вдруг перестает делать политическую карьеру, а переключается в административную карьеру. Судя по всему, ему сказали давай, Захарка, что-то ты на выборах, что-то хреново у тебя получается, давай мы тебя сделаем губернатором или предом президента или может быть ему пообещали мэра Москвы дать или в Новороссии он займет какую-то должность в ближайшем будущем, хотя его там очень не любят, к нему там очень сложное отношение, чаще негативное. Вот в сумме становится понятно, что из Прилепина чуть ли не делают преемника Путина на самом деле, то есть это один из там вариантов, не первостепенных, но тем не менее рабочих. Да, то есть это такая история непростая. И это тоже однозначно правый фланг, это и Пригожин, и Прилепин, и Малафеев, православный олигарх, и Наталья Поклонская, которая затихла, ей специально дали должность в генеральной прокуратуре, потому что по должности она теперь не имеет права делать публичных заявлений, только с разрешения начальства. Каждое слово должно быть согласовано. Вот, пожалуйста, Наталья Поклонская замолчала, хотя частенько высказывалась. Ну и, наконец, Дугин, Александр Гелевич Дугин, евразист, тоже часто его относят к правым, и для этого есть основания. Дугин заявил, что не будет уходить в оппозицию к Путину. Сейчас раскручивают фейки про нарастающую оппозицию верховному главнокомандующему со стороны патриотов. Часто там фигурирует и мое имя. Все это чистая дезинформация. Враг хочет сломить железную связку власти убежденных патриотов. Именно такая железная связка необходима для победы. Ну что ж, то есть Дугин даже вот этим высказыванием подчеркивает, что есть убежденные патриоты отдельно, и отдельно есть власть. Понимаете, да? Власть и патриоты. Разные вещи. Смотрите, не перепутайте. И в то же время Дугин говорит, ну я не буду с ними конфликтовать. Я же убежденный патриот. Вообще похоже на то, что уже вырисовываются контры будущего трансферта транзита власти. Будем за этим всем внимательно следить. А то, знаете, складывается ощущение, что преемник уже определен. И в скором времени в полном составе команда президента должна будет переключиться на поддержку некого нового лица, новой фигуры. Что думаете, друзья? Пишите в комментариях, ставьте лайки, делайте репосты, берегите себя. в комментариях, Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!